всем привет это олег город севастополь раннее утро мы находимся в байдарской долине широкая наша цель передовое и оттуда мы пойдем в горы там есть вроде как через перевал какая-то дорога направление туда бакчисарай то есть на прямая дорога из байдарской долины на бакчисарай крат короткая не знаю насколько она там крутая не крутая ни разу там не ездили хотим съездить но еще наша цель поездки здесь важно здесь лужи байдарской долине байдарская долина это грибы тепло много луж влажно давно знакомый приехал на днях вдоль дороги несколько дубовиков прям нашел тебя в грибах не разбирается такое определите что это за грибы нифига себе у нее дубы ики офигеть и мы короче решили съездить на разъездочку посмотреть эту дорогу и забраться в лес пока все круто вот навигатор так у нас глючит ну фигня разберемся по карте пойдем красотища какая у нас спереди это чернореческая чернореченская водохранилища отсюда бьет город севастополь там она про и здесь всегда утром когда приезжаешь туманище но сейчас мы немного попозже уже время о как время плюс к 7 уже попозже здесь туман рассосался обычного прям таким молоком плотно плотно в него вныриваешь и нифига не видно на самом деле красиво тут но знаете я когда переезжал еще в 2014 году исследовал все мы думали приехать сюда здесь и рядом море водохранилище покупаться порыбачить здесь купаться рыбачить нельзя все водохранилище обнесено колючей проволокой знаете что по небу не подберетесь или кто продает земли говорит рыбалка отдых на озере фигня все это не верти рилдеры могут приврать вот смотрите лужи лужи ура здесь влажно нашем направлении в районе орловки сухо здесь влажно дорога очень узенькая серпантинистая когда передовом въезжали на улицу магасумова называется там прям казалось что дальше вообще ничего не будет но есть все-таки очень крутые бовороты на 1 приходится ехать еще и с кочками все это здесь по моему асфальт заканчивается ух так здесь начинается щебеночка о еще ничего не видно из-за солнца то есть такая вот дорога посмотрим проберемся мы не проберемся на строение значит решили не брать у вас сегодня так проехаться посмотрим что будет дальше забираться сложновато суда ну терпимо на самом деле на низкой машине мы легко ехали там где-то и асфальт закончился где-то промоины дождя и ну в принципе все легко объезжается мы примерно самом верху будет спускаться эту сторону самый прикол значит мы только зашли в лес буквально вот как минуту смотрите какая прелесть это дубовик но похоже гнилой пойдет дубовик а мошки о чем говорят значит лес влажный впереди вон еще один идем он торчит вон грузы торчат смотри смотри груздочки офигеть зашли только прямо рядом с дорогой я я я я собираем грибы круто кто говорит что в крыму нет грудь грибов и тут море лес влажный но огромное количество сыроежек старых червиевых посмотрите сыроежки сыроежки просто огромное количество попадается маслята вот смотрите выглядывают сопливенькие причем грибы есть вот маслята чаще тут интересного есть к интересная полянка вот смотрите масленок торчит о впереди впереди он грусть смотрите какой выглядывает он смотрите какая прелесть сырой грусть классический красота ребята это просто красота а еще одни на вазике на обычной машине до сюда можно доехать на пройдусь к я по плотнее по этой полянке вот еще масленок торчит настя у меня там не отрывает что есть грибы маслята ясно режем кстати два последних гриба которых срезал то сне дубовики это гробовики гроб тут есть это что-то типа подберезовика ребят а это вот смотрите вот как белый это резаный вот как белый только красный внутри вот красный на срезе сверху так разоватый это дубовик вот смотрите не резаный но есть покоцанный но корица не у нас но червей он ведь он он очень плотный плотный да 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 как как у как у подосиновика там еще один или там резаны нет все мы погуляем здесь среди дубов ты группы в гробов гробов гробовики и дубовики очень интересуют ведь как быстренько он темнеет знаете чем классный этот гриб берешь килограмм шампиньонов и маленький кусочек вот такого дубовика его шампиньоны просто оживает и начинает пахнуть и на вкус становится лесными грибами кайфово ура на грибы нарвались блин хоть камеру не убирать смотрите какую прелесть прям только отошли нашли потихонечку помаленечку сохранить красоту даже всем допустим червиво все равно прелестный чистый громадный ножка вот здесь и белые есть это может быть белым быть то посмотрим на срез и на нижнюю часть дубовик да вот таким скрипом гляньте охоте череви вы смотрите как какую гляньте какую вообще красота гляньте здоровья ну подрежь можете что жалко что он черевивый полам его резание чё-то внутри ну ясно смотрите какая бомба ну-ка насть подставь ладошку свою у нас это ладошки то крупные но у червивы скорее всего режь еще отрезать его надо умудриться хороший хороший теперь как бы выковырзать его просто хороший гляньте какой ну-ка мне его ведро у меня ведро полное да да ножку подрезать надо если она хорошая 18 маслят в одной этой ножки ножка похожи так вон же еще вон же еще торчит у семейка и о гляньте его маленький вы красота какая вообще ребята это так круто в крыму грибы поперли ура конец засухи но правда червивы и правда но никаких красиво страшность рядышка но и визуке я так сниму этот листочек тоже убрать красота режь и обидно маленькие червивые а громадный хороший это более-менее на подрезать можно нормаль еще два среза короче грибы идут ура 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 супер лес не классический такой прям смешно он это посадки мы идем по дубовым посадка пробираемся кайф вообще кайф кайф дорога кстати на самом верху вот такая где-то потихонечку на 1 где-то на 2 принципе ехать можно но самое что интересно мы подальше от машины гуляли возвращаемся к машине прям вдоль дороги что хочу сказать не надо далеко никуда уходить не надо никуда далеко уходить вот смотрите прямо дороге какая красота растет давайте посмотрим смотрите какая прелесть вообще просто супер-пупер я по-прежнему в пяти метрах от дороги камеру включая только когда нахожу какие-то мега хорошие грибы я уж не останавливаюсь на мега сыроежка видели в крыму какие сыроежки растут огромные нет я остановился у другого гриба ребята ура ура в этом году у нас грибов море засуха закончилась и грибы как поперли смотрите завидуйте это как из сказки гриб реально как из сказки смотрите такой дубовичок очень классно давайте-ка я его посмотрю в пяти метрах от дороги он в гадства все таки немного червивый отличие от белых дубовики все-таки более подвержены червям сейчас подрежу, ну какая прелесть ребята, ну даже просто эстетическое наслаждение от такого гриба просто эстетика, хотя бы красота короче, так вдоль дороги и идем уже выгрузились в машину ведра полные слушайте, ну прям, ребят, ну это просто прелесть вот один гриб красивее другого, смотрите, что сейчас вам покажу вообще, какая прелесть блин, у меня эмоций не хватает, он такой классный это прям мультипликация какая-то компьютерная графика, не может так быть Настя, резони боишься, что не настоящий да какая у него нога, у него нога больше, чем шляпка это надо большой нож настрелить я не знаю, как его подрежешь он по-моему хороший с одной стороны чуть-чуть подъедем покажи его боком-то, хоть не дорезай офигеть классный ну подрезай, может там что-то останется на съедение по-моему где-то еще тут был о, да, 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 да вот еще малышек вот смотрите о, это резанный кто-то подрезал уже старый да, вот он короче дубовики есть ну и что, что-нибудь осталось? ну, что-то осталось что-то осталось шляпка ну ладно кайф народ, сказка продолжается вы гляньте какой ой о-хо-хо вообще вы знаете это прям ебол как компьютерная графика какая так не бывает таких грибов не бывает офигеть Настя, у тебя сразу ведро будет полное вот вот смотрите с ведром ходит собирает ха-ха-ха-ха-ха это жесть жестяная вообще тушите свет, блин офигеть вот это сегодня везет нам короче народ, сказка продолжается там вот такие вот попадаются периодически и при всем при том, ребят не надо далеко от дороги отходить напомню, мы с передового стартовали вверх проехали с километра полтора два в гору в принципе все вот нашли такой не обломайтесь посмотрите вокруг вон там ну кто-то уже резал он лежит монстрогриб вот так вот чуть-чуть по сторонам такой поглядел поглядел и вот я пока камеру-то доставал они большие их издалека видно вообще это это что-то с чем-то сейчас пока это отрежешь глазами обегаешь еще находишь ну тоже какая прелесть вау где вон да да два вон еще и два их два и больших короче чуть ли не онлайн вам грибы находим показывают вот еще парочка красавцев дубовика дубовик это тот же белый по сути по вкусовым качествам по строению по плотности твердый твердый там ножище такая толстая людям лень ходить было по этому по такому склону вот они здесь и вымахали да по склоннику прогуляться можно я не ожидал что так доступно мы обычно в горы на УАЗике штурмовали здесь на Ситроевчике потихонечку мак-мак-мак и мы здесь ладно все режем ну что кратенькое резюме сразу говорю от передового до на ту сторону перевала дороги нет там маршрутки правда бегают передовой пятый километр ну балаклавый пятый километр но мы туда не рискнули на самом деле какие-то там классика вроде проскакивала я смотрел ну всякие джипари естественно ну и маршрутки бешеные короче пролетали вот ну нет остальное если за грибами поедете поднимайтесь со стороны передового я не знаю что с той стороны перевала но со стороны передового грибов много давайте похвалюсь короче вот вот сколько вот сколько у нас и прикол в том что у нас все не влезло и нам пришлось вот что делать нам некуда было уже складывать честно говоря класс вообще дубовик покраснел в общем почему так много набрали ребят последний раз грибы были в 2015 году в июне месяце сейчас в августе 2018 они повторились у нас есть 300 литровый морозильный ларь мы короче берем все режем закидываем в казан выгоняем влагу и потом в пакетики мы раскладываем в пакетики такие в брикетики и на заморозочку они у нас и год и два лежат и у нас всегда есть картошечка жареная с грибами у нас всегда есть грибной суп а чем хорош дубовик его добавляешь даже небольшой кусочек к шампиньонам или там мышатам к каким грибам которые попроще которые там условно съедобны и получается очень вкусный грибной суп не сидите дома идите за грибами к шампиньонам